Решим следующую задачу под номером 19 на сложные проценты из единого государственного экзамена по математике. 1 января 2015 года Андрей Владимирович взял в банке 1,1 миллиона рублей в кредит. Схема выплаты кредита следующая. 1 числа каждого следующего месяца банк начисляет 3% на оставшуюся сумму долга, то есть увеличивает долг на 3%. Затем Андрей Владимирович переводит в банк платеж. На какое минимальное количество месяцев Андрей Владимирович может взять кредит, чтобы ежемесячные выплаты были не более 220 тысяч рублей? Если Андрей Владимирович взял в кредит S рублей, тогда через месяц к этой сумме банк добавит 3%. Как найти 3% от числа S? Нужно найти сначала 1%, S разделить на 100 это 1%, потому что 1% это 1 сотая. А 3% это в 3 раза больше чем 1%. То есть надо 1% умножить на 3. То есть получается, в итоге, если S вынести за скобку, у нас получается сумма, которая будет равна 1 плюс 0,03. Почему? Потому что если S сейчас вынести за скобку, тогда у нас получается 0,03 и к единице мы прибавим 0,03, у нас получается 1,03. 1,03 S. Таким образом, если кредит был равен S, то через месяц кредит станет равным 1,03. Это значит, поскольку Андрей Владимирович взял в банке сумму в 1 миллион 100 тысяч рублей, то первое действие сразу посчитаем, какова сумма будет через месяц. То есть 1 миллион 100 тысяч мы умножаем на 1,03. Сразу умножим на 1,03. Как можно умножить? Если мы умножим на единицу, у нас остается сумма 1,100 тысяч. 1 миллион 100 тысяч и умножить на 0,03. Что значит на 0,03? Это значит разделить на 100 и умножить на 3. Делим на 100, запятую переносим на 2 знака влево и умножаем на 3. То есть получается 33 тысячи. Это значит, что к сумме 1 миллион 100 тысяч нужно прибавить 33 тысячи. 33 тысячи прибавляем. Это как раз получается, все равно, что мы умножили 1 миллион 100 тысяч на 1,03. То есть в итоге у нас получается 1 миллион 133 тысячи рублей. Такова сумма через месяц. Далее. В конце каждого месяца Андрей Владимирович погашает кредит, но на сумму не более чем в 220 тысяч рублей. Поскольку нам нужно найти минимальное количество месяцев для взятого кредита, нам необходимо, чтобы Андрей Владимирович отдавал максимальную сумму. То есть чем больше он отдает, тем на меньшее количество месяцев он возьмет кредит. Это значит надо от данной суммы, которая получилась через месяц, вычесть 220 тысяч рублей. То есть вычитаем 1 миллион 133 тысячи рублей. Мы вычитаем сумму в 220 тысяч рублей. 220 тысяч рублей. И получаем, можно в столбик это сделать, и получаем 913 тысяч рублей. Такова сумма долга через один месяц. То есть это и есть сумма долга через один месяц. Далее. В конце второго месяца банк начисляет на данную сумму, на 913 тысяч рублей, те же самые 3%. Это значит нам необходимо 913 тысяч рублей умножить на 1,03. Точно так же. Одна целая это будет 913 тысяч рублей, да еще 0,03. 0,03 это значит надо это число разделить на 100 и умножить на 3. Тогда у нас получается 27390. Мы должны прибавить 27390 рублей. Ну или можно сделать столбик. Кому непонятно, как я умножаю, тот может в столбик перемножить. 913 тысяч рублей умножить на 1,03. Итак, тогда у нас получается складываем. И в итоге получается у нас 940 тысяч 390 рублей. То есть получается после начисления процентов в конце второго месяца сумма долга составит 940 тысяч. 940 тысяч 390 рублей. Далее. В конце второго месяца Андрей Владимирович также внесет в банк 220 тысяч. Это значит надо от 940 тысяч 390 рублей вычесть 220 тысяч рублей. Вычитаем 220 тысяч рублей. Получаем 720 тысяч 390. То есть получаем 720 тысяч 390 рублей. Такова сумма в конце второго месяца. Далее делаем то же самое. Находим сумму в конце третьего месяца. То есть через три месяца на сумму в 720 тысяч 390 рублей будут начислены очередные 3%. Это значит надо умножить опять на 1,03. В итоге после умножения у нас получается 742 тысячи 1,7 рубль. Далее вычитаем 220 тысяч 742 тысячи 1 рубль и 7 десятых. Вычитаем те же самые 220 тысяч рублей получаем 522 тысячи 1,7 рубля. Такова сумма долга в конце третьего месяца. Далее в конце четвертого месяца. Считаем сумму в конце четвертого месяца. Тогда у нас получается в конце четвертого месяца у нас получается 522 тысячи. 522 тысячи 1,7 рубля мы умножаем на 1,03. Можно в столбик это сделать. Тогда у нас получается 537 тысяч 661 рубль и 75 копеек. Далее точно так же мы из этой суммы должны вычесть 220 тысяч рублей. То есть 537 661,75 мы вычитаем 220 тысяч рублей. 220 тысяч рублей. Получаем в итоге 317 661,75 копеек. Такова сумма в рублях через 4 месяца. Далее в конце пятого месяца у нас получается 317 тысяч 661 рубль и 75 копеек. Мы умножаем точно так же на 1,03. То есть очередные 3% банк начисляет в конце пятого месяца. Получаем 327 тысяч 191 рубль и 60 копеек. Далее отнимаем 327 тысяч 191 рубль и 60 копеек. Мы вычитаем очередные 220 тысяч рублей. 220 то есть мы вычитаем по максимуму. Максимум это 220 тысяч рублей сколько может выплатить в месяц Андрей Владимирович. Получаем в итоге 107 тысяч 191 рубль и 60 копеек. Далее это сумма в конце пятого месяца. Далее шестой месяц. Шестой месяц это начисляем на 107 тысяч 191 рубль и 60 копеек. Начисляются 3% очередные. Умножаем на 1,03. Получаем тоже это все в столбик делаем. Получаем 110 тысяч 407 рублей и 35 копеек. И вот теперь нужно вычесть уже не 220 тысяч. То есть сумма долга составляет менее 220 тысяч. То есть теперь нужно погасить просто эту сумму. 220 тысяч естественно с запасом хватает для того чтобы погасить окончательно вот эту последнюю сумму. То есть получается 407 и 35 мы вычитаем. То есть ту же самую сумму. 110 тысяч 407 35 и в итоге получается 0. Таким образом у нас получается 6 месяцев. Это значит в ответ мы запишем число 6. Таким образом кредит будет взят на 6 месяцев. Ответ 6 месяцев. Задача решена.